16 ноября представители муниципалитета, банков и предприниматели собрались на расширенном заседании. Причин, по которым был выбран такой формат, несколько. Перечень услуг, которые оказывают банки бизнесменам, изменился. А количество предпринимателей в Ясногорске сокращается. Заместитель главы по экономическим вопросам объяснил это тяжелой общей экономической ситуацией, как в стране, так и в отдельных отраслях бизнеса. Антон Шестеряков подчеркнул, что Совет по малому и среднему бизнесу всегда готов оказать помощь и необходимую поддержку предпринимателям. Представители банка презентовали новые услуги. Это касается направления расчетно-кассового обслуживания. Также они рассказали о партнерских программах и кредитовании предпринимателей. Оно может быть залоговым. Благодаря новой системе бизнесмены смогут получить финансирование в течение одного-трёх дней. Если бизнесмен недостаточно обеспечен для залога, он может обратиться в фонд поддержки предпринимателей. Фонд выступает в качестве поручителя. Помощь предоставляется в размере 50% от суммы кредита. С 2002 года на территории Десногорска действует некоммерческая организация «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства». Его основной целью является выдача микрозаймов бизнесменам. За 2018 год было выдано 20 займов. Предпринимателям предоставляет до 100 тысяч рублей на срок до одного года. Вся поддержка, которую оказывают предприниматели, регламентируется федеральным законом номер 209. В него недавно внесли поправки. Право на поддержку от организации инфраструктуры имеют только те организации, только те ИП, только те субъекты, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Реестр ведёт Федеральная налоговая служба России. Если предпринимателей в этом реестре нет, то он не имеет права на государственную поддержку. Проверить себя на сайте может любой желающий. Ирина Наруматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.